Этим участком владеет моя семья около 40 лет. Сейчас собственник я. Общая площадь 412 квадратных метров. Находится в 5 минутах езда от федеральной трассы М7. И в 5 минутах от поселка Дербышки. Территория садового общества окружена лесом и граничит с заброшенной частью завода Комс. Поэтому тут всегда приятная тихая атмосфера. Участок находится рядом с выездом с территорию. Зимой дорогу чистят. На территории есть теплица, вода, игровая зона, покрытая газонной решеткой. Несколько яблоненасаждений. Ворота для машины и парковка. Боковой сосед отсутствует лет 10. А с другой стороны тихий бабушка с дедушкой. И параллельная соседка просто клад. Очень милая и заботливая женщина. Они живут круглогодично, как и многие дачники в этом СНТ. Наш дом строился тоже под круглогодичное проживание и продуман до мелочей. Общая площадь 44 квадратных метра. Это 4 на 11. Высота потолков около 2,90. Поэтому дом кажется таким высоким. Утеплен как внутри, так и снаружи. Окна большие и имеют стеклопакеты Rehau. Стройку я успел завершить только на 90%. После чего получил приглашение на работу в Москву. И стройку пришлось заморозить. Почти все необходимые материалы для постройки сейчас находятся внутри дома. Это конечно выглядит не очень красиво. Зато материалы под защитой от погодных условий и готовы к установке. Давайте я подробнее расскажу, что сделано и что осталось. Основа дома – опилка-бетонная секция. Это кухня. Опилка-бетон имеет отличное теплоизолирующее свойство и механическую прочность. Рядом чулан для инструментов и сельхозтехники, сделанный по принципу каркасника, с возможностью выйти на участок сразу. Это очень удобно. В данный момент место двери закрыто профнастилом. К кухне прилегает прихожая с лестничной площадкой и банно-туалетный блок, выложенный из бруса 10 на 15. Толщина бруса была выбрана так, чтобы в зимнюю пору топить баню и поддерживать тепло в доме было выгодно. По противопожарной безопасности печь планировалась в этом углу. И под нее залить специальный фундамент. В этой секции осталось сделать стяжку пола под слив, сам пол и обшить брус. А также установить туалет. Под выгребной колодец вырыта яма, осталось установить бетонные кольца, проложить трубу. Второй этаж полностью готов и сделан по классической технологии каркасного дома, а разве что из более мощного бруса, чем обычно, 10 на 15. Стены покрыты имитацией бруса, внутри утеплитель. Тут уже можно жить, пока внизу идут строительные работы. Окна сделаны на солнечную сторону и есть выход на балкон, откуда виден закат и можно пить чай или играть в семейные игры. В перилах сделана калитка, чтобы прыгать в бассейн, а также планировался выход на канатную дорогу в домике на дереве для детей. Две кучи деревянного мусора на данный момент либо уже убраны, либо в процессе уборки. На территорию участка подается водоснабжение, но для круглогодичного пользования лучше сделать свою скважину. И лучшее место для этого под лестницей. Так вода никогда не будет замерзать. Дом делался надежным и с любовью. Энергосистема уже проведена в соответствии с современными требованиями СНИП и ПОЭ. Электромонтаж выполнен медными кабелями в пластиковой гофре для скрытой проводки под дерево. Проложены линии ТВ и охрана сигнализации дверей. Установлен и подключен вводной электрощит с пятью автоматами защиты линий с контуром заземления. Домовой электрощит подключен к наружному электросчетчику на столбе аллеи с помощью воздушной линии проводами СИП-2А. По стандартным проектам. Установочные материалы, розетки, выключатели, светильники имеются, но не установлены. В целом на доработку дома нужно около одной недели плотной работы, которой, к сожалению, нет. Продавать дом жалко, но оставить его стоять так еще жальче.